Итак, пока в МВФ решают, что дальше делать с Украиной, правительству приходится готовиться к худшему и думать о том, как наполнить бюджет при любом развитии событий. По крайней мере, чиновники уже обещают дожать всех, кто скрывает доходы от власти. Масштабные проверки бизнеса начнутся уже через неделю. Цель номер один – покончить с зарплатами в конвертах. Кабмине говорят, у них есть тысячи обращений от украинцев, которых работодатели отказываются оформить официально. Но многие работники и сами не хотят получать белую зарплату. О черно-белых зарплатных перспективах Инна Томина. Мастер по ремонтам Николай приехал в столицу несколько лет назад. В свои 47 мужчине не удалось найти работу с достойной белой зарплатой. Выхода не было, нанялся неофициально. Чтобы избежать неприятностей и не потерять даже эту работу, просит его не светить. На жаль, за моим фахом не пропонували работы, такие неофицийные. Та работа, которая меня интересует по моей профессии, она на жаль в Киеве, все неофицийные. А если есть официйные, то она очень зарплатная. Сейчас больше всего мужчину волнует вопрос пенсии. Ведь трудовой стажа ему не начисляется. И таких примеров в стране тысячи. И, к сожалению, за последние пару лет, в отличие от Николая, украинцев меньше стал волновать вопрос гособеспечения в старости. Куда важнее выжить сейчас. У наших старых людей нет ни государственной страховки медической, которая бы помогала им леками. Нет никакой социальной гарантии. И та пенсия, которую они получают, она такая, немножко минимальная. И человек говорит, почему мне сейчас откладывать на эту пенсию в государство? Я лучше себе на карман откладу. Пенсионные доходы призрачные. Убытки от белой зарплаты вполне реальны. Многие охотно соглашаются на зарплату в конверте, чтобы субсидию сохранить или алименты поскромнее платить. Кстати, сейчас большинство зарплат все же не черные, а серые. Когда минималка официальная, а остальное – конверт, прикрытый тенью. Количество работающих в тени – это тайно за 7,5 миллионов. Но по косвенным данным в той или иной мере получают зарплату в конверте, то есть либо полностью, либо часть, от 30 до 45 процентов украинцев. То есть треть, а то и половина украинцев просеиваются через налоговые лазейки. Ведь арифметика и для работодателя, и для работника получается невыгодной. Те, кто получают белую зарплату, оплачивают 18 процентов налога на доходы физлиц и полтора процента военного сбора. А это значит, что вместо 8 тысяч грязной зарплаты человек получает 6,5. При этом качественных госуслуг человек не получает. Нам, возможно, не было бы так образливо их платить, чтобы мы знали, что сегодня наши податки идут на школу в Дарницьком районе, там будут перекрывать дах. И мы знали, что это. И мы понимали, куда они идут. И что это не икони 16-го столетия и какие-то коллекции холодной оружии, которые мы никогда не увидим. Если этого не происходит, и ты вимушен абсолютно самостоятельно и собственным гражданом, научить детей витрачать граждан на лечение, операции или какие-то поточные платежи до страховой компании, то тогда экономический сенс сплата государства за те самые публичные услуги, которые ты не получаешь, втрачается. И, соответственно, это главной причиной, основной причиной, базой для существования так называемых черных заработных плат. С другой стороны, откуда в казне будут деньги, если каждый третий работник не платит налоги? Поэтому в Кабмине решили жестче бороться с нелегальным трудоустройством. С октября масштабные проверки обещают по всей стране. Фискалы уже готовы. И основанием может быть все, что угодно. К примеру, жалоба или подозрительные финансовые отчеты. Но одним кнутом превратить черное в белое не получится. Работать легально должно быть выгодно и бизнесу, и людям. К примеру, должны быть очевидные социальные преимущества. Рано или поздно мы придем к такой вещи, как постепенный переход к страховой медицине. Извините, страховка дешевле для того, кто легально работает. Например, страховка гражданской ответственности на автомобиле дешевле для того, кто легально работает. Но пока государство не предлагает таких изменений, люди массово уезжают на заработки за границу. Где правила рынка труда, трудоустройства и соцобеспечения гораздо прозрачнее. Инна Томина, Наталья Шумакова, Владимир Самченко и Богдан Савруцкий. Подробности недели телеканал Интер.